Третий международный межрелигиозный молодежный форум накануне начал свою работу в Корободахкенском районе на базе отдыха «Солнечный берег». В течение нескольких дней молодежь со всех субъектов СКФО и стран СНГ собирается на одной площадке, где обсуждаются темы, касающиеся межконфессионального диалога. В церемонии открытия форума участвовали представители власти и трех традиционных конфессий. Приветственное слово от имени главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова зачитал вице-премьер Рамазан Джафаров. Молодежь – это будущее нашей страны. Вооруженные передаемыми знаниями, воспитанные в лучших духовно-нравственных традициях, молодые люди должны уверенно нести и умело отстаивать исторические и культурные ценности в таком многонациональном и многоконфессиональном обществе, как Российская Федерация. И нет необходимости доказывать, что наиболее продуктивным путем для этого являются заинтересованные, честные для его и сотрудничества последователей различных конфессий и мировоззрений. От имени Муфтия Дагестана шейха Ахмада Хаджи Абдулаева участников форума поприветствовал в Рио-Муфтия Республики Махди Хаджи Мутаилов. В своем выступлении он отметил, что представителям разных религий необходимо вести общую борьбу с такими пороками общества, как наркомания, алкоголизм, экстремизм и терроризм. Уделять большее внимание проблемам семьи, совместно бороться с тяжелыми болезнями общества, загрязнением экологии, извращениями, которые нам предлагает западный образ жизни. Когда на бытовом уровне, вот так, когда встречаются верующие, особенно молодежь, это дает хорошие успехи. Они общаются, узнают, какие проблемы есть у других братьев верующих. Конечно, для этого необходимо поднять просвещение, религиозные знания, духовные, образовательные учреждения надо создавать побольше. Представители всех конфессий в своих выступлениях подчеркнули актуальность и важность проведения форума, пожелав его участникам плодотворной работы во благо страны. После завершения официальной части форума участникам и гостям мероприятия была показана культурная программа. Аллахумма салли аля сайидина мухаммадинин набиил уммий и аля алихи и сахаби и салим. Ежегодно в работе форума принимают участие руководители субъектов, представители администрации президента РФ, федеральных министерств и ведомств. Организаторами форума выступает правительство Республики Дагестан, Махачкалинская епархия, Муфтиат Республики Дагестан, Советы Иудейских общин Республики Дагестан, Межрегиональная молодежная лаборатория по проблемам развития Кавказа, Координационный центр Синодального отдела по делам молодежи в СКФО, при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, религиозных и молодежных организаций СКФО. Оператором первой смены форума от имени правительства Дагестана выступает Комитет по свободе совести, взаимодействуя с религиозными организациями Республики Дагестан. Участниками первой смены форума стали более 150 молодых людей. Организаторы подчеркивают, что форум не богословская площадка, а общественный институт, где в дискуссиях рождаются новые идеи и проекты, способствующие укреплению гражданского мира и согласия. Так как у нас Республика Дагестан многоконфессиональная, многонациональная, и у нас Республики имеются представители трех конфессий, хотим показать всему народу, всем дагестанцам, так же, чтобы мы, наша Республика была примерная, что мы можем сотрудничать, находить точки соприкосновения. В выступлении тоже отметил, что у представителей трех конфессий хорошее отношение, хорошее взаимопонимание, и чтобы у наших представителей всех конфессий тоже, чтобы эти отношения налаживались. Форум направлен на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия о молодежной среде. Его программе – мероприятия, нацеленные на личностное развитие участников, встречи с известными религиозными, политическими, спортивными и общественными деятелями, дискуссионные площадки. Организаторы хотят показать, что, имея столько много национальности в одной Республике, мы мирно сосуществуем и уважаем друг друга, исполняем, скажем, обязательства перед друг другом, проявляем уважение и видим нашу Республику как малую, скажем, родину всей нашей большой страны – России. А в России, мы знаем, проживают уже много лет вместе и мусульмане, и христиане, и иудеи. Ежегодно в рамках мероприятия проходят встречи с известными государственными, общественными и религиозными деятелями, а также экскурсии, тренинги, интеллектуальные и спортивные состязания. Мы узнаем о религии, например, христианской, можно узнать то, что мы не знали раньше. Например, об иудаизме я ничего не знал, а сегодня, проведя такой тренинг, узнал много интересного для себя, и я надеюсь, многие остальные, которые приедут сюда, пополнят свой багаж знаний о других религиях. Основным помогает разрушить определенные какие-то стереотипы. Например, если мы как-то имели какое-то представление, то представители этой религии рассказывают, что это являет выход религии так, 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 так. То есть, раскладывают по полочкам некоторые представления. Обстановка очень такая дружественная, и все, весь форум проходит очень такой интересной обстановки. В этом плане это очень интересный и познавательный форум. Мероприятие в этом году расширило географию, и по договоренности с главами регионов и духовных управлений мусульман пройдет в три смены в трех субъектах РФ. В Республике Дагестан он завершится 4 августа, Чеченская Республика примет форум с 16 по 20 августа, а Республика Ингушетия с 23 по 26 августа. Таким образом, участниками всех трех смен форума станут около 400 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.